17 километров по бездорожью, 48 часов на свежем воздухе, 160 участников и сотни болельщиков. Таким был традиционный, уже 51-й по счету, туристический слет дорогами отцов-героев. В этом году он был посвящен году народного единства в округе. Удалось ли достичь единства и сплочения командам, узнаем сегодня в студии, это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей, организатор и судья турслета Роман Суровцев и Паромов Сергей, капитан команды «Аппарат Ура». Здравствуйте. Здравствуйте. 20 команд, 8 в этом году было, 8 человек в каждой. Как удалось достичь такой массовости? Ну, турслет год от года, год от года популярность его растет, каждый год прибавляются все новые и новые команды. И, наверное, этот год показал, что все больше и больше интереса у нас проявляется к туризму, к спортивному туризму. Наверное, другие команды просто подтягивают к турслету своих друзей, своих знакомых. Дух соревнований он все-таки присутствует, и каждый хочет доказать, что он лучше, чем кто-то, победить в этом турслете. Какие были новые команды, которые впервые участвовали? Были новые команды. Новая команда была из села Великовисочная, команда Виска. То есть они участвовали первый раз, ребята приехали специально. Была команда «Авиатор». Ну, как назвать ее новой нельзя, они раньше тоже участвовали, эта команда объединенного авиаотряда. Но у них был такой достаточно большой перерыв, и в этом году они новыми лицами, новыми людьми вышли командой, командой «Авиатор». Они показали очень неплохой результат. Команда «Красная», она хоть и не новая команда, но там появляются все новые и новые лица. То есть команду «Красная» привлекают все новых и новых людей, и, в общем-то, как бы обновление команды идет каждый год, можно сказать. Команда «Добродетели» была у нас такая команда, там лица такие уже возрастные. То есть это доказывает, что «Турслёт» не только привлекает молодых, но это и людей уже более старших поколений привлекает. Им тоже интересно пройти полосы препятствий, пройти поход с рюкзаками и что-то доказать, может, более молодым. Такие новые команды были у нас, да. Как строился «Турслёт», с чего начинался? Он ведь двухдневный традиционно. Да, двухдневный «Турслёт», но в этом году, конечно, мы уже подумали, чтобы его перенести уже на три дня, потому что 20 команд — это очень много, и закончили мы в 2 часа ночи, у нас окончился «Турслёт». Поэтому на следующий год, если будет такое же, может, даже большее количество команд, то, возможно, будет решение судейской бригады, что на три дня это все растянется. Ну, спросили у капитанов команд, они, в общем-то, не против, они только за. Какие были виды состязаний в этом году? Что-то новое добавилось в связи с тематикой этого года? Нет, новое, ничего не добавлялось, но были усложнены этапы по сравнению с прошлым годом. Например, на полосе «Поход-Кросс» были добавлены байдарки, этап байдарки. То есть, ну, об этом, наверное, Сергей подробнее расскажет, потому что он сам принимал непосредственное участие в этом. На полосе, туристическая полоса, ну, короткая полоса препятствий были немножко усложнены некоторые этапы. Добавлена навесная переправа. То есть, добавлены были такие элементы, как подъем с жумаром. Для команды это было не то, что новое, но из года в год эти этапы меняются, и им приходится подстраиваться. То есть, ну, это такой элемент неожиданности бывает. Но, в принципе, команды готовятся к этому, команды уже приходят, многие уже подготовленные, не понимают, что от них требуется, и у них не составляет в этом проблем, наверное, которые действительно готовятся, как, например, команда «Аппаратура». Сергей, расскажите о своих впечатлениях, как вы в этом году посоревновались? Посоревновались отлично. Судьи и организаторы для нас устроили новые испытания в плане «Поход-Кросса», разнообразили его. Надо было не просто дойти, но и выполнять задания по мере прохождения дистанции. Отличная была новая задумка с байдарками. Опыта такого у нас не было. Ребята садились в байдарку, плыли на остров, там выполняли задания, возвращались. Это интересно как для самих участников, которые в байдарке плыли, так и для нас, которые смотрели с берега, как они все это весело и задорно делают, потому что опыта общения с байдарками мало у нас. И еще хотелось бы сказать то, что судьи из года в год создают для нас какие-то интересные вещи. То есть если раньше нам надо было просто перебраться по веревкам с минимальными условиями, просто перелезть, не сорваться, то каждый год, из года в год, сейчас все требования к нам усложняются, усиливаются. Мы должны сделать все правильно, по инструкциям, и уже начинаешь себя ощущать настоящим туристом, который знает, как замуфтовать карабин, как сделать свою страховку правильную, как правильно переправиться, не нарушив требования безопасности. И чувствуется у тех команд, которые постоянно участвуют, у них идет реальный рост именно в туристической направленности. Если раньше это было больше такое, как увлечение полу для развлечения такого, то сейчас уже настрой полный туристический, и соответственно все требования туристические мы стараемся выполнить. То есть вы участвуете не первый год? Да, мы не первый год. Команда окруженной администрации, органов власти, она участвовала из самых ранних турслетов, да, но потом был определенный перерыв, и в 2011 году мы снова выставились на турслет молодой задорной командой. Нам это все очень понравилось, и вот на протяжении последних лет каждый год мы выставляемся, конечно, выступая с разной степенью успеха. Вот в этом году мы достигли нашей цели первого места. А впервые первое место? Да, впервые первое место, и в предыдущие годы мы в призах находились, были рядом с пьедесталом один год, а вот в этом году первое место, и команда отработала на 5 с плюсом, и достаточно неожиданно и приятно было на награждении, что мы заняли первое место, потому что подсчет баллов мы не вели самостоятельно, переходили на каждый конкурс, выступали, нам в студии выставляли оценки, мы смотрели, какой у нас результат, и все. В общем-то, никаких математических действий не производили к стенду, не бегали постоянно, не смотрели, какие мы. И когда начали объявлять, для нас это действительно стало открытием, когда мы поняли, что мы зашли в тройку, мы уже были очень рады. Потом называют третье место не мы, второе место называют не мы, мы поняли, что первое, и там был просто взрыв эмоций, очень было приятно. Ну вот как, на ваш взгляд, вашей команде удалось достичь сплочения, единения, вот за счет предыдущих, опыта предыдущих лет? Конечно, опыт предыдущих лет нам однозначно помог, потому что уже наработана база, то, как правильно проходить, определенные дистанции, тактика, стратегия на определенных отрезках, участках. У людей есть опыт, им не надо заново все объяснять, как вязать узлы, не надо объяснять, как себя вести правильно на турслете, что надо делать. И все знают, какие именно действия позволяют прийти к хорошему результату. Вот поэтому это опыт, это сплочение команды, это надо слушать друг друга, и будет все хорошо. Ну вот в вашей команде кто участники? Они все работают в одном месте? Нет, в нашей команде участники работают в органах государственной власти, соответственно, базовая это аппарат администрации, также представители департамента природных ресурсов, департамента финансов. Кажется, работа такая сидячая, но все подготовленные, да? Работа сидячая, но мы, как Роман сказал, уделяем внимание тренировкам, и примерно за две недели, вот после судейской, начинается уже активная фаза работы, подготовки к турслету. Мы собираемся практически каждый день, один день мы рассматриваем снаряжение, которое нам необходимо, допустим, да, собираем, чтобы все было, чтобы не упустить ничего и не получить штрафа. Другой день мы готовим творческий конкурс, в третий день мы выезжаем в турцентр за тренировками на веревках. Хотелось бы тоже сказать спасибо судьям, они никогда не отказываются, когда мы просим их, чтобы мы приедем, потренируемся, всегда за, всегда, если у них есть время, они подсказывают и говорят, как правильно делать уже во время тренировок. То есть на турслет, когда мы приезжаем, у нас уже есть полное понимание, как правильно. Роман, расскажите о том, как велась подготовка к турслету? Все-таки команд много, и с каждой нужно было поработать. Подготовка была организована в Центре арктического туризма, там была натянута специальная полоса со всеми элементами, которые должны были проходить команды, да. И, то есть, работала судейская бригада во главе с главным судей, то есть любая команда, в которой участвовали бы участники, да, они могли позвонить, назначить дату и время и приехать потренироваться с судьей, либо же сами. Но, конечно же, выход на полосу просто так не допускается, сначала было надо выйти с судьей, чтобы вы показали, что вы можете, а потом могли бы потренироваться сами. Вообще, если говорить так, о понимании между судьями и командами, это еще с 2014 года, когда вот эти начались веревочные переправы, когда поход к Росу сначала, да, ну, Сережа помнит, он участвовал, когда было большое недопонимание судей с командой, потому что для команд это было что-то новое, а турслёт, потому что изменился в то время. То есть, и они, как бы говорили, это опасно, это мы не умеем этого, мы не будем этого делать. Очень много споров было по этому поводу, но смотря вот сейчас за три года, когда проходил с 2014 по 2016 год, 2014 год, почему я, потому что, упоминаю, потому что Центр арктического туризма с 2014 года начал организовывать турслёт, и судейская бригада там изменилась, были добавлены люди, которые владеют навыками спортивного туризма, просто туризма. И вот это недопонимание с каждым годом, оно все сходит на нет и нет, и 2016 год сейчас показал, что его практически не осталось. Там какие-то моменты есть, но уже капитаны и сами команды, они, как бы, приходят больше подсказать, а может здесь лучше вот так сделать, а может быть здесь лучше вот так, вот тут изменить. И мы, как бы, судейская бригада, она всегда прислушивается к мнению капитанов, к мнению команд, и поэтому мы стараемся для людей, для участников, и в том числе и для болельщиков даже, мы видоизменять каждый год турслёт, чтобы было комфортно, чтобы было удобно, чтобы было интересно. Это в первую очередь. Ну вот так вот. Ну вот по поводу комфорта, как располагаются команды в палаточном городке, в каких они там условиях живут два дня? Условия абсолютно полевые, потому что первое условие, что должны соблюдать команды, это участники, ну вот 8 человек команды, они должны ночевать там обязательно. Вот. Располагаются они, как кому удобно, ну там сложившиеся команды, которые уже не первый год участвуют, кое-как большинство, да, они уже, у них есть своё место, они туда приезжают, кто-то их занял, они говорят, ребята, это наше место, пожалуйста, отойдите. Все такие, ладно-ладно, мы отходим, всё. И они отходят. И в полевых условиях, палатках, у каждого, каждая команда приносит свои палатки, болельщики привозят свои палатки, ночуют, костра готовят. Ну, командам это нравится, потому что нет такого, что вот мы сидим там у костра, все замершены. Нет, такого нет. Всем нравится, все это любят и все приезжают. А как в этом году погода была? В этом году погода была изумительная, потому что она такая туристическая была, на самом деле. Было не жарко, дождя было очень мало, и то есть не было такого какого-то... Люди не умирали от жары, не мёрзли от холода, и было идеально. Вот в первый день турслёта в социальных сетях было очень много фотографий, особенно было с конкурса приветствия команд, они были такие смешные, интересные. Вот у вас, как вы представляли команду? Какой у вас был номер? У нас был номер отличный, мы над ним долго трудились, недели полторы, потом поняли, что он у нас не идёт, и за один день всё переделали по-другому. Но у нас главным действующим лицом был капитан, который собирал команду на турслёт, ему помогала фея, которая, к сожалению, не доучилась по-нормальному, и она ему предлагала таких участников, от которых у него волосы сдавали дыбом. Но в итоге, конечно, капитан нашёл пути, как привести команду в чувство, и в итоге получилась отличная команда для выступления на турслёте. И, конечно, для того, чтобы дать немножко драйва и эмоций, мы в конце завершили хорошей песней наше выступление. Вот таким вот образом мы поприветствовали всех участников турслёта, судей, команд и тех зрителей, которые были. То есть помимо спортивной подготовки должна быть ещё какая-то артистическая, вот что-то вроде КВН, да, нужно художественный номер. На самом деле, да, когда обсуждали вчера итоги турслёта, и сказали, что наши конкурсы «Приветствия и Костёр дружбы», они уже переходят немножко в КВН для того, чтобы все ребята, которые пришли после долгого марш-броска, поулыбались, посмеялись, выпустили немножко эмоций. Это такой весёлый конкурс, где друг над другом все смеются, обыгрывают ситуации, которые происходили на турслёте. То есть и приятные, и неприятные, но когда это всё выходит в игровой форме, все понимают, что это всё ерунда, главное, что мы все вместе здесь, на турслёте, и отлично провели время. Роман, а вам какой понравился больше всего приветственный номер? Чьей команды? Приветствия. Мне понравилось у аппарата, мне понравилось приветствие, и у своих людей. К сожалению, я не на всех был приветствия, потому что мы в это время готовили как раз короткую полосу препятствий, я так набегами делал, когда успевал, посмотрел. Но вот эти команды мне запомнились, они хорошо подготовлены, с юмором, и интересно было. А как они оцениваются? По какой системе, по каким баллам? Они оцениваются по артистичности, по раскрытию темы, которая им даётся, по реквизиту, который у них есть. Количество участников. Количество участников, да. Это такие четыре требования обязательных. Но из них по теме, если тема на приветствие даётся как бы общая, то есть тема турслёта единственного поколения сейчас была, то тема на костёр дружбы, второй творческий этап, она даётся уже во время турслёта. То есть команды заранее к ней не готовятся, они готовятся именно там. И это самое интересное, что они уже у нас покажут на второй день. По реквизиту. По реквизиту учитывается то, как команды могут сделать свой реквизит из того, что у них есть. То есть те команды, которые приносят с собой реквизит, это всё хорошо, они потому что несут его с собой в рюкзаках, да, это всё хорошо. Но больше оценивается то, какой реквизит они здесь сделали, на месте уже. В полевых условиях. Да, в полевых условиях. То есть это более ценится, это более ценный балл будет, чем если люди с собой принесли реквизиты. Вот в прошлом году была отличная постановка у одной из команд, то, что был посвящён Великой Отечественной войне, и они просто поразили, никто до этого не додумался, они взяли коврики спальные и сделали из них дуло у пушки, у танка. И то есть там три человека вышло с этими дулами у пушки. Команда Тельняшкина, да, да, да. И вот реально поразилось, что люди смогли догадаться вот так использовать. Потому что большинство команд, ну, всё-таки мы мыслим более-менее стандартно, вот, а тут действительно сделали самолёты, сделали танки, и действительно отличный бой получился у них. Вот, и это действительно оценивается судьями высоко, когда люди могут из подружных средств сделать что-то оригинальное. То есть это креативность. Да, да, да. И в условиях ещё ограниченности времени, ресурсов, потому что если в городе мы готовимся, мы можем ребятам привлечь кого-то, спросить, как мы нормально, сценка ненормальна, то там в лесу уже никого не спросишь, только вы и несколько болельщиков, если приехали. Вот это оценится очень сильно, если вы смогли к констру дружбы подготовить отличный номер. А как оцениваются остальные состязания? Получается, за каждой командой ходит судья и проверяет, насколько он правильно, корректно делает? Или как? Нет. В первую очередь, если говорить по этапам соревнований всех в общем, да, то есть если говорить про поход-кросс, этап такой, то в отличие от прошлого года, поход-кросс был не на время у нас в этом году. То есть там было контрольное время 7 часов, но все команды как бы в 7 часов уложились. То есть там именно оценивались на походе к россии вот эти этапы ориентирования, то есть там стоял судья, то есть узлы, то есть там стоял судья, байдарки тоже стоял судья. И вот когда команда приходит, начинает, приступает к своему этапу, то судья оценивает вот именно качество, не скорость, а качество. Так же и полоса препятствий, да, то есть там короткая полоса препятствий. То есть у каждого судья на каждом этапе, будь то спуск, будь то подъем, будь то бабочка, у них есть определенный список штрафов, которые команда может допустить, и они просто стоят и смотрят. Когда команда нарушает правила, или может делать не так, он им сообщает штраф за то-то, за то-то, ставит галочку, потом идет по счет баллов. Понятное дело, там есть слабые штрафы, есть такие большие штрафы, которые там от 1 до 10 баллов штрафы варьировались. То есть там даже такой штраф, как нецензурная речь, она 10 баллов уже. Тоже существует. Да, она существует. Лучше схватиться за веревку, чем мотягнуться. Да, конечно, конечно. А вот помимо вас, кто еще были в судейской коллегии? Ну, это сотрудники Центра арктического туризма, главный судья Алексей Валерьевич Бужуков, он уже из года в год у нас главный судья, Мария Романчук, она тоже как судья, она у Центра арктического туризма было сделано в этом году все правильно. То есть они распределили за каждым судьей какой-то этап соревнований. То есть за Марией Романчук был этап поход-кросс. То есть она полностью отвечала за этот этап, находила себе судьи и расставляла их как надо. За короткую полосу препятствий отвечал Юрий, Гусев Юрий Владимирович. Опытный у нас самый такой турист, судья. Все его уважают, все его уважают, но он молодец. И за военно-спортивную полосу препятствий у нас отвечал молодежный центр Даниил Исполинов. Он сам своих людей приглашал, звал там сотрудников, и они делали. А вот интересно, какой самый возраст, самый старший участник турслёта? Самый старший? Есть, который участвует на протяжении 10-20 лет? Команды? Да, команды или отдельные участники? Я вам сейчас не скажу, наверное. Потому что я участвую, я участник турслёта с 2011 года, до 2013-го я участвовал, и с 2014-го я начал организовывать эти подлёты совместно с Алексеем Валерьевичем Бужуковым, с Марией Романчук. Ну не скажу, ну вот сколько я бы не был, это команда такие, ну вот на моей памяти это команда аппаратура, они каждый год участвуют, команда «Свои люди», команда «Дума», хотя там они с перерывами, да. Кто там ещё? Электростанции, вот, к сожалению, в этом год. Да, мы расстроили, киловатт, а нет весёлых. Такая сильная, достаточная команда, но, к сожалению, команда «ДНК» участвует достаточно долго. В последнее время вот МФЦ подключилась, тоже постоянно участвует команда с города, команда «Городок», тоже часто выставляется. Одни из лидеров последних лет, это «Тюмлики», команда спортсменов. Спортсменов-лыжников. Да, да, лыжников. Они постоянно говорят, что надо отменить творческие конкурсы. И всё сделать на скорости. Да, всё сделать на скорости. Мы говорим, что надо отменить скорость, всё сделать творческое. Поэтому борьба постоянно у нас идёт, весёлая такая, шуточная. Вот, то есть вот эти команды постоянно участвуют, и в том числе они являются виновниками наших побед, потому что мы смотрим на них, как они растут, как они разбирают каждый этап, и, соответственно, готовимся. Та же команда «Оптимисты», которая тоже с перерывом, но сейчас она опять пришла, и это здорово. У них очень такой серьёзный, сильный подход. А вот с увеличением количества команд расстановка сил, она меняется? Как это влияет? Увеличение количества команд на расстановку сил? Нельзя прямо сказать, что реально всё перевернулось в этом году. То есть лидеры остались, в принципе, те же, кто последние годы выступал. Но это объективные причины, потому что люди уже проходили эту трассу, примерно представляют, а новички всё-таки им надо вкатиться какое-то время. Вот если те, кто последние годы участвует 2-3 раза, и ещё так же поучаствует, то через 2-3 года мы получим турслёт, который будет наполнен конкуренцией до десятых баллов. Потому что некоторые команды уже начинают подтягиваться, им просто не хватает тогда чуть-чуть. А тот костяк лидеров, который есть, он остаётся, и скоро ему будут на пятки наступать же новички. А вот после турслёта прошло совещание по итогам этого большого туристического мероприятия. Какие были итоги, какие-то, может быть, недочёты, которые стоит устранить, учесть при следующем соревновании? Да, буквально вчера это совещание было. Собрали всех капитанов, которые смогли быть у нас, спрашивали их мнение. В общем-то, все отметили высокий уровень подготовки турслёта, да? Но были замечания в плане того, например, убрать канат, ну, такой этап, как перетягивание каната за рамки турслёта. То есть он... Это потому что спортивное большее соревнование, не туристическое, оно очень травмоопасное. Люди все в напряжении, там, и ноги себе его выворачивают, и руки потом у многих болят. Поэтому как бы на следующий год предложили рассмотреть, чтобы такой этап, как канат, перетягивание каната, его вынести за рамки турслёта, сделать отдельным кубком, как и, в общем-то, было сделано в прошлом году с волейболом. То есть волейбол в этом году вообще был перенесён, сейчас на сентябрь, да? То есть он отдельным кубком идёт. Так же было предложено, ввиду того, что команды очень продолжительное время ожидали короткой полосы препятствий, потому что их было много, вот этот промежуток времени очень большой, чем-то заполнить. Либо какими-то маленькими конкурсами, там, можно весёлыми стартами, либо вести поисково-спасательные работы. Ну, в судьях это уже всё на заметку. Кулинарный какой-нибудь конкурс. Да, кулинарный. Но это конкурс субъективный, они в своё время были убраны из-за своего субъективизма, так скажем. Возможно, в следующем году всё возможно. Но то, что судьи взяли себе на заметку вести ещё один этап, такие как поисково-спасательные работы, либо там конкурс узлов среди команд, это уже, скорее всего, будет точно. Сергей, а у вас, может быть, есть какие-то пожелания к организаторам, командам по поводу следующего турслёта? По поводу следующего турслёта? Ну, во-первых, не растерять азарта и на том же уровне его провести, и в том же или большем количестве участников. Также подтвердить звание сильнейших, тех, кто старается к этому всё время идти. Честной борьбы к организаторам остаётся вопросов с каждым годом всё меньше и меньше, потому что они нас слышат, мы их понимаем, и в связи с чем уже турслёт в нашем впечатлении он сложился и идёт так, как должен идти. То есть если раньше мы постоянно спорили, постоянно обсуждали, то сейчас уже мы обо всём договорились перед стартом, как судят, за что штрафные баллы. Называют штрафные баллы, говорят на ошибку. То есть нет проблемы. Если раньше первое время мы прибегали, нам говорили, у вас 20 ошибок, мы спрашивали, почему. И нам могли, конечно, их перечислить, но мы половину уже вспомнить не могли. Ну, это понятно, да? Потому что бежишь, не понимаешь. То сейчас тебя уже сразу называют всё, говорят всё чётко, прозрачно, объективно. Поэтому пожелания только успехов, большее количество команд, в принципе, и более-менее только по времени сориентировать, чтобы некоторые команды не ждали до вечера своих конкурсов по короткой полосе препятствий или каких-то других. Но судьи с этим разберутся, я думаю, без проблем. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. И я напомню, что сегодня мы говорили о ежегодном туристическом слёте «Дорогами отцов-героев». В этом году он был уже 51-м по счёту и был посвящён Году народного единства в Ниньцком округе. И с нами в студии были Роман Суровцев, организатор и судья соревнований, и Сергей Паромов, капитан команды-победителя, аппарат «Ура». Это актуальное интервью. До встречи.